Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вы пишите о том, что? Значит, у меня ситуация такая, мне 28 лет, год назад познакомилась с парнем в соцсетях, так как мы в разных странах, он, значит, месяц после знакомства, тут непонятно, а потом он приезжал еще раз ко мне, 4 месяца после знакомства, хочет свадьбу, это нормально, мой друг говорит, что нормальный человек не приезжал в другую страну ради девушки. Вот. Собственно, я бы сказал, что, вот честно говоря, не совсем понял, так скажем, сути вашего вопроса. Вот. То есть вы спрашиваете, о чем? О том, нормально ли для человека то, что он делает. Ну, на мой взгляд, ответ на это очевиден. Абсолютно очевиден, если человек действует так, как он действует, да, то очевидно, что для него это нормально. Если бы для него это было ненормально, он бы не действовал так, как он действует. Вот. Поэтому, если человек поступает так, как поступает, то для него это порядка вещей. Для него это нормально. Вопрос заключается немножко в другом, да? Вопрос заключается в том, нормально ли это для вас. То есть, если для вас это ненормально, как раз, то, собственно, вам нужно, наверное, человеку об этом просто сказать. Вот. Вот. То есть, просто сказать человеку об этом, что вот для меня это ненормально. Вот. Что я, например, так не хочу. Что я, например, так не могу. Что мне, например, нужно время. Вот. Ну, к примеру, к примеру. Вот. К примеру. Ну, вот. Вам, что вам нужно время. Допустим. Чтобы человеку узнать, чтобы, чтобы как-то вот, ну, разобраться, да, в, там, что вы чувствуете, например, по отношению к человеку и так далее. Вот. То есть, вам нужно просто озвучить человеку свою позицию. Вот. Ну, по сути. Другой вопрос. Если вам это сложно. Другой вопрос. Если у вас нет, нет возможности для того, чтобы это сделать. Это уже вопрос, конечно же, другой. И в этом случае, как мне кажется, уже нужно смотреть как раз на то, вот, что вы к человеку чувствуете, что вы об человека хотите и так далее. Вот. Понимаете, да? То есть, вам нужно здесь смотреть на себя. Да. Я-то вот вообще, что к человеку чувствую? А если я боюсь, то чего я боюсь? А если человек хочет со мной свадьбу, да, например, вот, что у меня с ним общего? Вот. Ну, вообще, вот, просто, что у меня с ним общего? Есть ли у меня с ним что-то общего? К примеру. Вот. Если есть что-то общее с ним, то что общего? На это, я думаю, можно вам, опять же, обратить свое внимание. Вот. Так или иначе, это очень важный момент в этом контексте. Вот. А если вы не можете определить сами-сами для себя, нормально это или нет, то что, допустим, ну вот, человек хочет свадьбу. Если для вас это не нормально, то это уже вопрос того, насколько вы хорошо себе доверяете. Вот. Понимаете? И доверяете ли вы себе вообще в этом случае? Ну, то есть просто вот, ну, можете ли вы себе доверять? Условно говоря. Вот это, на мой взгляд, очень важный момент здесь. Если мы, опять же, хотим, да, разобраться в том, что с вами происходит, допустим. Вот. Как-то так, я думаю, можно ответить вам на вопрос. То есть попробуйте вот именно сформулировать, какие чувства у меня вызывают вот эта ситуация. И если эта ситуация вызывает у вас чувства негативные, то есть если эта ситуация вызывает у вас, ну, больше негативных ощущений, допустим, то вот с этим и нужно как раз работать. Вот. Вот. На это и нужно как раз обращать вам свое внимание. И из этого сформировать свою позицию. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Вам она пригодится. Спасибо.